В семье Капко от Зюдо вид спорта номер один. Им занимаются все трое детей. Тихон самый младший, но старшим сестрам не уступает. На его счету уже несколько медалей. Но турнир памяти Виктора Ольховского, бывшего руководителя городского департамента спорта, тоже приехал побеждать. Этот успех позволит ему не только подняться вверх по разрядной лестнице, но и поехать на областные соревнования. Я сначала первому мальчику сделал зацеп, а второму я подхват. Я готовился, очень долго. Еще я хочу выиграть первое место, золотую медаль. Екатерина Ягич не робкого десятка. На татами выходит только побеждать. В свои 12 лет потеряла счет с золотым медалем. Да и как иначе, старшая сестра, тоже дзюдоистка. Приезжая домой с очередных тренировочных сборов или международных турниров, Анна делится с ней и с братом секретами мастерства. На сестру посмотрела, у нее очень много медалей, она ездит по разным странам. Мне тоже так же захотелось побеждать все. На мемориале памяти Виктора Ольховского на татами вышло выступать 80 юных спортсменов, треть из них девочки. И все мечтают, когда вырастут, поехать на Олимпиаду, защищать спортивную часть России. Тренеры уверены, у многих это получится. Все дело в характере. Ведь в Самаре хватает борцовских залов и квалифицированных специалистов. Это одна из лучших школ дзюдо в стране. Сложно сравнивать вообще парней и девчонок, потому что есть такой еще момент, девочек меньше занимается, меньше конкуренция. Потому что, например, вот по взрослым, если брать соревнования, то у мужчин бывает и 50, и 60 человек в весе, а у женщин, как правило, это 30, в два раза меньше. Вот. И поэтому сложно уже сравнивать и можно только получать удовольствие и наслаждаться этим видом спорта. На турнире Ольховского были представлены борцы из спортивной школы Олимпийского резерва номер один, ЦСК ВВС, Олимпии и дзюдо 88. Лучшие спортсмены поедут выступать на областное первенство, которое, возможно, состоится в конце года. С первого по третье место. И, конечно, уже там дети должны приехать с разрядом. Поэтому мы на таких соревнованиях даем возможность детям выполнить нормативы этого разряда. И потом они приезжают, уже более подготовлены. И первое, третье место они уже могут бороться на областных соревнованиях. Через две недели на татаме этих соревнований выйдут бороться за призы и путевки на областное первенство десятилетние спортсмены. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.